Была версия о том, что, по-моему, тоже господин Соловей ее озвучивал, о том, что Медведев просто хочет понравиться силовикам, которые этой осенью займут какое-то очень серьезное место в, слушайте, как же это называлось, это назывался какой-то там совет, который будет создан, его еще нет, но он будет какой-то стратегический совет, вот, и силовики там будут играть решающие роли. Вот люди типа Медведева пытаются все сейчас стать такими естребками, ну, какими-то такими воинствующими немножечко, да, камупляж напялить, чтобы понравиться. Вот, вот, я хотел бы вам сказать, пусть пилотку лучше оденет, чего он грозным голосом сговорит, пусть в пилотке ходит, тоже нормально, может, будет более убедительным. Ну, может быть, рабочая версия, хотя мне больше понравилась, я много же версий уже слышал про Медведев, честно, и вот кто-то сказал, кто-то из таких же людей, как Соловей, ну, кто-то из такого ряда, что человек на грани нервного срыва, это называется, даже за гранью. Вот в это я, честно, способен поверить, что что Медведев, что Лавров, люди, которые за гранью нервного срыва, потому что у них реально очень тяжелая ситуация. Они лишились своего привычного образа жизни, в общем-то, светской жизни, да, скажем так. Мы же не видели Медведева, он в делах каких-то не замечен за последние много лет, с тех пор, как он перестал быть премьер-министром, он знаменит только своим Медведингом. Вы знаете, что такое Медвединг, да, это такой вид, ну, это придумано не такое слово в России. Медвединг – это умение спать на самых важных мероприятиях в первом ряду, вот это так вот называется, да. Значит, так вот он замечен только в этом. И вот, понимаете, у этих людей, ну, смотрите, вот мы обычные жители Украины, и через три месяца, честно вам скажу, у меня нервная система не улучшилась за три месяца, не улучшилась. При том, что, ну, я сижу в глубоком киевском тылу. Я понимаю, что там нервная система нашего президента украинского, она в сто раз крепче моей, потому что он изначально такой человек, ну, с таким темпераментом высоким и с очень высокой самодисциплиной. Если вы помните, вот я помню, как он давал интервью до того, как стать президентом Гордона, ну, тогда все давали Трю Гордону. И рассказывал, как каждое утро, он там в шесть утра встает, у него два часа тренировка и так далее. Я подумал, вот такой президент нам прям да. Потому что понятно, что у этого человека очень много энергии и, как сказать, стойкости, поскольку он делает это каждый день. Не там иногда, не три раза в неделю, а каждый день. И он поэтому выдерживает эту войну. А теперь посмотрите на Медведева и Лаврова. Ну, явно алкаши какие-то. Понятно, что когда ты часто бухаешь, у тебя каждое утро похмелье, то вряд ли ты способен… Ну, твоя нервная система очень быстро и просто расшатывается. А они в ситуации высочайшего напряжения. У них, безусловно, должен быть дистресс. И я думаю, они могли пойти в разнос вот по этой причине. И это нам на руку, безусловно, что наше руководство вот с самого начала войны нашему руководству 40-45 лет, не знаю, а российскому руководству 70. У них нервы не выдержат. Это очень хорошо. Они будут совершать все больше и больше ошибок, нести все больше и больше ерунды. И они этим постоянно занимаются. И многие срывы там Лаврова, я склонен списывать на это, на то, что у него не выдерживают нервы. И… А каждая его ошибка потом, понимаете, она же умножается на 100 при помощи СМИ. Вот. Поэтому я верю, что эти люди будут дальше еще больше ошибаться. Поэтому мы можем над ним смеяться, а можем увидеть в этом хороший сигнал. Потому что война наша нынешняя – это огромный комплекс разных действий. И просто там танки, железо, и люди, их мотивация. Вот у украинских воинов мотивация за 86 дней увеличилась или уменьшилась? По-моему, выросла, правда? Ну, просто после всех трагедий, которые были. Мотивация… Да, усталость накопилась, но мотивация выросла. Когда они увидели, что нам поставляют вооружение, когда они увидели, что творят россияне, мотивация выросла. Вот. У российских выросла или упала? Упала, воровать нечего особо уже в Донбассе, все там уже ограблено и так далее. Вот. Упала мотивация. Вот надо смотреть на весь комплекс причин. Эти ребята поизносились, которые у власти и вокруг Путина. Я считаю, что поизносились, они должны были ослабкаться за это время. Они в непривычном напряжении, знаете. Вот если тот же Зеленский, я уверен, что до войны он работал примерно как сейчас. На самом деле. С того момента, как он стал президентом, он работал как сейчас. А когда он был шоуменом и владельцем бизнеса, он тоже работал как сейчас. У него тоже было там 10 выходных в году. Точно так же он каждое утро вставал в 6 утра и работал. А эти российские руководители сидели на расслабоне, ничего не делали, шампузик попивали. Поэтому они так не способны напрягаться.